Мобильные группы из числа сотрудников городской и районных администраций отчитались о результатах проверок, которые были проведены с 10 по 29 ноября на предприятиях сферы потребительского рынка и услуг. Здесь мало что меняется. Конечно, те, кто уже заплатил штраф за одного или двух неоформленных сотрудников, уже не будут брать на работу людей без трудового договора. Другие же, пока к ним не пришли с проверкой, продолжают нарушать законодательство. При этом не видят ничего противоправного в выдаче серых зарплат. Кто-то вообще пришел поработать за жену, в других ситуациях наоборот, жена работает за мужа, а оформлен только один человек. А иногда это вообще человек с улицы. Все данные по новым работникам должны быть отправлены в полицию, ведь штатный сотрудник – это еще и гарантия безопасности. Идеологически сложных людей в наше время сейчас очень много. Кто-то относит себя к вере, кто-то не относит себя к вере. Человек так устроен, что он всегда ищет некую идею для своей жизни. И ряд организаций работают над тем, чтобы привлечь к своим идеям. Но эти идеи, они имеют противоправный характер. И это правда рядом с нами. Каждое заседание комиссии сопровождается объяснением, почему необходимо делать налоговые и пенсионные отчисления. К сожалению, предприниматели не хотят услышать даже главного государственного инспектора по труду. С 1 января 2015 года ужесточена ответственность за отсутствие у работодателя трудовых отношений с сотрудником. Для должностных лиц штраф до 20 тысяч рублей, для юридических до 100 тысяч за каждого теневого работника. Встречаемся с разной реакцией, как с реакцией понимания, так и с реакцией отрицания своих нарушений. Но эта работа важная, нужная. Ведется она администрацией города Сочи совместно с налоговыми, совместно с органами внутренних дел. Потому что это все большой комплекс мер, направленный на то, чтобы каждый сотрудник, живущий в городе Сочи, мог быть уверенным в том, что все выплаты в его адрес будут работодателям произведены. С начала этого года на предмет неформальной занятости проверено 2254 предпринимателя. На 822 организации межведомственной комиссии составлены протоколы. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.